В День всех влюбленных в Педагогическом университете традиционно принимают гостей. Ребят из отделения дневного пребывания для инвалидов Территориального центра социального обслуживания населения района. Правда, гости эти не только не требуют их развлекать, но и сами несут праздник. Фойе песни, танцы и выставка продажа самых разнообразных поделок от символических валентинок до домашних оберегов. К празднику любви молодые инвалиды готовились заранее, а общение с будущими педагогами – для них это еще и возможность дальнейшего сотрудничества. В этом году традиционная наша акция проходит немножко в ином формате, потому что с этого года у нас объединились два отделения – районное и городское. В этом году и сельские ребята, и городские имеют возможность принимать участие в этой акции. В этом году мы разработали такие вот буклетики. Ребята тут сзади свои рисуночки нарисовали с целью привлечь волонтеров к нам в отделение, чтобы они немножечко помогали нам проводить какие-то образовательные мероприятия. Потом в этом году мы хотим оформить кабинет эрготерапии, поэтому хотим, чтобы ребята университетские тоже нам немножечко помогли. В перерывах между парами студенты активно поддерживали гостей аплодисментами. А вот такие валентинки разошлись по университету в одно мгновение. Я думаю, что ребятам из дома инвалидов удалось создать эту атмосферу в нашем университете. Мы приобрели такие вот валентинки, так сказать, помогли им, ну, тоже подарили им свою любовь. Приобрели валентинки, также мы приобрели мягкие игрушки. Спасибо большое ребятам из нашего территориального центра Мозырского района. Спасибо за праздники. Сегодняшние певцы и танцоры смогли внести ноту позитива в учебные будни студентов. И хотя 14 февраля – это день влюбленных, это еще и возможность подарить частичку своей любви тому, кто в ней нуждается. Линдия Поттер, Вячеслав Приписнов, телеканал Мозырь.